Всем привет! В этом видео я хочу поставить жирную точку в вопросе, а точнее в вопросах касательно термоинтерфейсов, а в частности жидкого металла, так как меня уже не раз спрашивали про его использование в видеокартах, ноутбуках и даже в игровых приставках. Видеокарта, ноутбук или игровая приставка – это готовый продукт, где система охлаждения монтируется специалистами на заводе. И даже если этим устройством понадобится ремонт или обслуживание, то в 99% случаев оно будет выполнено специалистами сервисного центра. Ввиду этого нет необходимости тратиться на защитные крышки, как у процессоров, которые защищают их от непреднамеренного повреждения покупателями, которые сами собирают свои персональные компьютеры. Следовательно и нет пластилина под крышкой, которая является узким горлышком в процессе теплопередачи от кристалла к крышке, использование которого настолько ухудшает теплопередачу, что разница в температурах может достигать 20 и более градусов под нагрузкой. Ввиду вышесказанного, разница в температурах при использовании жидкого металла вместо хорошей термопасты составляет всего на всего 2-3 градуса. Также само применение жидкого металла сопричитено с определенной процедурой, а если говорить точнее, то необходимо возле кристаллов намазать диэлектриком SMD элементы, лично я для этого использую обычный лак для ногтей. В принципе для видеокарт я могу рекомендовать использование жидкого металла особенно для тех пользователей, которые используют одну и ту же видеокарту длительное время, к примеру 4 года и более, так как эта процедура лишает необходимости менять термопасту каждый год или два. Но применять жидкий металл можно только в видеокартах у которых или весь радиатор или хотя бы место соприкосновения с кристаллом не алюминиевое, а это в основном видеокарты высокой ценовой категории. И если в видеокартах намазал жидкий металл и забыл, то вот применение жидкого металла в ноутбуках или приставках уже более гейморное занятие, так как эти устройства периодически нуждаются в очистке от пыли минимум раз в 2 года, а это значит что вам придется каждый раз намазать жидкий металл заново, предварительно очистив систему охлаждения от его старых остатков. Но с другой стороны жидкий металл устраняет все интечеты плохо подогнованных систем охлаждения, которыми грешат множество игровых приставок. По итогу вы видите, что сам выигрыш по температурам незначительный, а само использование устройства рекомендовано в условиях чистоты, но в то же время жидкий металл даст вам некоторые другие преимущества. Субтитры делал DimaTorzok